Добрый день! Вы смотрите передачу Акцент. В студии работает журналист Анивера Акимова. 2018 год в республике объявлен годом содействия занятости населения. В этом году планируют создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Сегодня мы пригласили в студию председателя Государственного комитета по занятости населения Степана Ивановича Москвитина. Степан Иванович, здравствуйте! Добрый день! Степан Иванович Москвитин родился в селе Намсы, Намского района Якутской АССР. Окончил Якутский государственный университет по специальности географии. В 2007 году окончил Российскую академию государственных службы при президенте Российской Федерации. В 2016 году назначен председателем Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения, кандидат экономических наук, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, отличник государственной гражданской службы. Скажите о состоянии рынка труда в республике. Да, вот мы получили буквально в 20-х числах от Саха-Якутистата официальные данные. Так, по результатам обследований на сегодняшний день количество рабочей силы, или, как раньше говорили, экономического активного населения составляет 499 тысяч человек, а 466 тысяч человек заняты в экономике, и остальные считаются безработными. Это более 35 тысяч человек. Так, уровень безработицы, уровень общей безработицы составил на декабрь 7,1%. Так, это сокращение на 0,1% относительно 2016 года. Так, но вместе с тем хочется сказать, что в целом по таким показателям, как уровень регистрируемой безработицы, то есть тех людей, которые пришли и встали на учет, в службу занятых составляет 10100 человек в среднем, когда в прошлом году их было порядка 12 тысяч. Это снижение, это хороший показатель. Так, и количество вакансий, которые мы, служба занятых собирает от всех работодателей, у нас увеличилось порядка на 20%, так и около 9 тысяч вакансий мы имеем. Тогда как в прошлом году, ну если в 16-м году, количество вакансий составляло 7,5 тысяч. То есть тоже увеличение есть. Но в целом надо отметить, что по увольнениям, это тоже показатель, который занимается Госкомитет, в целом по итогам 2017 года фактически уволено 3446 человек, тогда как по итогам 2016 года было уволено 4500 человек. То есть тоже значительно меньше, это показатели хорошие, говорят о том, что компании и предприятия, ну в основном мы мониторим крупные и средние предприятия, понятно, да? Вот они, здесь наблюдается стабилизация в их работе. А сравнение с другими регионами? Уровень безработицы? Ну вот по сравнению с другими регионами, если нас сравнивать с субъектами Дальнего Восточного Федерального округа, куда входит 9 субъектов, по уровню общей безработицы мы находимся, считаемся одним из высоких показателей. Меньше нас, конечно, это, больше нас только, это еврейская автономная область, где около 9% уровень безработицы, так. В Хабаровском крае порядка 4, в Приморской крае где-то 5%, так. Поэтому нам, конечно, надо подтягивать этот показатель, так. И, конечно, количество безработных все-таки у нас очень много, так. Поэтому и глава принял решение о том, чтобы усилить и консолидировать общие усилия на создание рабочих мест, на трудоустройство, как на временные, так и на постоянные работы. И разные проекты в 2018 году мы будем реализовывать и усиливать работу в этом направлении. Год содействия занятости, какие ставите задачи? Ну, в целом, конечно, мы подготовили комплексный план МИР, так, по повышению трудовой занятости. В целом, конечно, объединение органов государственной власти стоит задача. Так, на сегодняшний день работа ведется. Созданы и отраслевые советы по труду и занятости в каждом министерстве, по каждой отрасли. Это первое, так. Так, второе, есть, вот со стороны муниципальных районов и улусов тоже такая задача ставится. Вы знаете, 4 района уже объявили, что в них годы труда и занятости объявлены. Так, сегодня 17 улусов имеют свои муниципальные программы занятости своих, своего населения. И по нашим оценкам, примерно 15 миллионов рублей из средств муниципального бюджета они предусмотрели на реализацию своих программ, тоже общественной работы, занятость молодежи, так. В общей сложности где-то полтора тысячи человек они должны охватить этими мероприятиями, так. А из республиканского бюджета? Из республиканского бюджета. Ну, если вот брать 17-й год, у нас произошло увеличение именно мер активной политики, то есть те средства, которые направляются именно для поддержки населения, так. Не на увеличение штата там или заработной платы чиновник, а именно для населения увеличение произошло на 59% относительно 16-го года. Вот такие известные мероприятия, как, например, общественные работы, в прошлом году мы охватили 2,5 тысячи человек. Это очень хороший показатель. Я думаю, население это почувствовало, так. Мероприятие такое, как... Именно безработным гражданам. Да, именно безработным гражданам. Суть этого мероприятия, чтобы, ну, люди, находящиеся в поиске работы, поддержать их временно, месяц, полтора, два месяца, так, чтобы они не потеряли трудовые навыки, там, и поддержка была в районе средней заработной платы, ой, не средней заработной, но 22 тысячи конкретно. Вот мы выделяем, компенсируем, значит, заработную плату этим участникам, так. Очень хорошее, значит, мероприятие – это самозанятость, то есть это открытие своего маленького дела. 410 человек мы, значит, обеспечившили этим мероприятием в 2017 году, так. Мера материальной поддержки также увеличена, она составляет 152 тысячи рублей. Люди, которые участвуют, составляют бизнес-план, проходят комиссионный отбор и открывают свое маленькое дело. То парикмахерство открывает, то очистка воды, то фотографирование, фотостудия открывает. То есть 410 человек этим мерами мы поддержали. Ну, очень значимое мероприятие в плане трудовой занятости – это для подростков, для школьников, для детей, так. 6600 детей мы охватили в прошлом году по всей республике. Это очень тоже востребованное мероприятие. Конечно, сложности в том, что надо, понятное дело, найти работодателей, которые бы этих детей приняли на работу, да, трудоустроили. И в течение месяца эти дети отработали, навыки к трудоустрою, ну, к труду приобретают, приобретают, ну, значит, и материальной поддержки идет, и так далее. Это уже очень востребовано. Я думаю, что в 2018 году эти меры, конечно, будут усилены. Всего мероприятия, 12 мероприятий, она касается и инвалидов, и матерей, которые находятся по уходу за ребенком, да, и граждан, испытывающих трудности в поиске работы и так далее, профориентация, профессиональное обучение безработных, незанятых граждан. В 2018 году мы планируем охватить по поручению главы республики Саха-Якотия порядка 3000 человек, так. Из них более 80% обучения, это будет направлено именно на технические специальности, рабочие профессии, со сроком обучения 3 месяца, 4 месяца, так, чтобы люди получили профобразование и уже более эффективно трудоустроились. Ну, ставится задача повысить процент трудоустройства из числа тех, которые прошли обучение, так. На сегодняшний день, если это 70%, мы оцениваем так, то порядка 80% мы должны будем добиться этого показателя. Поэтому здесь эти меры, значит, разрабатываются, ну и сейчас работа в этом направлении идет. Степан Иванович, каковы перспективы реализации проекта «Местные кадры промышленности»? Ну, вот когда мы его начинали в прошлом году, первый проект, пилотный проект, конечно, вот вы знаете, что это было в форме проектного управления, но он показывает, что очень эффективно, прежде всего, с точки зрения того, что вот в проектном офисе участниками являются кадровые службы этих компаний, которые подписываются под соглашение, под количество людей, которых они обязаны трудоустроить, так. Поэтому я считаю, что это эффективно, это тот механизм, который должен работать в любых ситуациях, так. Наша задача-то одна, чтобы наше местное население, граждане России, которые проживают на территории Республики Сахай-Коти, максимально были обеспечены трудом, занятостью, заработной платой. Так, это такая глобальная задача. В 2018 году мы работаем с 21 компанией. С ними подписаны со многими соглашения, и я надеюсь, что этот проект, он из года в год будет набирать только обороты. Сколько человек трудоустроенных из местных жителей? Вот по итогам прошлого года, это 2204 человек, а только в 5 компаний. Так, это Якутуголь, Колмар, Эльгауголь, Алданз, Золото, ГРК и Золото Селегдара. Так, там трудоустроено более 2000 человек, так. Ну, ротация идет, это понятно. Наша задача усилить долю сельского населения. Мы провели паспортизацию каждого населенного пункта с точки зрения состава трудовых ресурсов. По уровню образования, занятый, он не занятый. Поэтому эта карта на сегодняшний день в разрезе УЛУСов, она имеется, что позволяет нам, ну, более грамотно, что ли, направлять на обучение в то же время, ну, в том числе и в промышленные компании там и так далее. То есть этот потенциал трудовых ресурсов на сегодняшний день в виде этой схемы, он у нас сегодня имеется. Поэтому работа носит системный характер, так, механизмы, они определены, и она сама по себе будет набирать обороты. Степан Иванович, спасибо за беседу. Это была передача «Акцент». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!